Масштабно и ярко отмечали праздник Великой Победы в Пушкинском сквере. Здесь запустили фонтан, провели концертную программу. В это же время совсем рядом в городском парке культуры и отдыха готовилась масштабная акция «Бессмертный полк». В его колонны выстроились щелковцы, сотни людей от мала до велика, решили пройти путь до аллеи памяти вдоль улицы Парковой, держа в руках портреты своих родных, познавших все тяготы той страшной войны. Она коснулась каждой советской семьи, людей разных национальностей, а теперь это боль потомков, которые помнят о том великом подвиге. Это мой дедушка, он ушел на фронт из Нагорного Карабаха и без вести пропавший. Мой отец Генз Константин Константинович, он под Москвой погиб в танке, командир танка был. Это вот моя бабушка, она была узником, была сослана в Германию. Вот мои два деда, которые прошли всю войну, а вот этот вот брат бабушки, он, к сожалению, погиб в Берлине. Для меня мои прадедушка и прадедушка моего мужа, они были незнакомы, но их объединила война. Они дошли до Берлина, они вернулись живые, и для меня это большая гордость. Отец с 18 лет пошел на войну, от Курской дуги до Берлина. Это мой папа, Данчевка Илья Дмитриевич, он дошел в Старшина, дошел до Берлина, вернулся домой, умер 10 лет назад. С 17 лет, с 23 года он, с 17 лет он ушел после 10 класса на фронт. Два деда прошли всю войну, слава богу, остались живы и ушли уже из жизни в мирное время советское. Один закончил войну на Эльбе, а второй под Берлином. Вы знаете, это мой прадед, и мой прадед, он прошел Первую мировую войну, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну. То есть по возрасту это был самый последний призыв, который призывали вообще в войну. Это мой родной дядя. Из нашей семьи на войну ушло 4 человека, вот он один вернулся. Мы гордимся им, всегда гордились. И здесь я уже не первый раз, если у меня память не изменяет, уже, наверное, четвертый раз. Вот сегодня утром говорю, ну, Максим Васильевич, пойдем. С портретов смотрят те, кто видел страшные годы войны, голод, оккупацию, кто воевал, герои разных возрастов. От совсем мальчишек до тех, кто воевал на нескольких войнах. Такова история нашей страны, такова реальность. Но главный урок, который сегодня мы, потомки, должны извлечь из событий тех страшных лет, такого не должно повториться. А полк бессмертный, именно потому, что память о героях жива. И вот у вечного огня вновь возлагают цветы, следующие поколения, держа в руках фотографии тех, благодаря кому мы живем в мире. Здесь бессмертный полк завершил свое шествие.